Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одной серьезной проблеме при выращивании многих сельскохозяйственных растений, в первую очередь томата, и о легком способе его решения этой проблемы. Речь пойдет о дефиците магния. Дефицит магния на томатах, а томат очень сильно чувствителен к дефициту магния в почве, можно делать вне корневые подкормки, особенно в период налива плодов. Многие сталкиваются с этой такой пестростью листьев, межилковым хлорозом, который постепенно некротизирует, образуются коричневые пятна, многие приписывают это вирусам, многие приписывают это болезням каким-то, даже фитофторе, но это не так. И это на самом деле дефицит магния. И вот весь интернет много лет гудит о том, что нужно сохранять очистки картофеля, и ратуют за картофельные очистки. Вот я в оппозиции, я предпочитаю очистки свеклы. Для меня свекла в этом плане, в плане отходов, является одним из наиболее ценных овощей. Это одна из причин, почему надо ее и выращивать, и потреблять в большом количестве. Дело в том, что свекла в своем составе содержит очень много магния. Она буквально лидер по содержанию магния. Вот особенно его много, вот в этой вот части, которую мы срезаем. Отвар свеклы после варки. Даже если мы в кожуре варим свеклу, все равно он является очень-очень ценным. Очищенная кожура, даже вареной свеклы, является очень ценной для того, чтобы ее сохранить. Ну а в это время ее можно просто, вот эту кожуру, подкопать под томаты, под огурцы, для того, чтобы обеспечить их значительным количеством магния. Ну чтобы это было такое подспорье. На самом деле, кроме того, что нужно сохранять очистки свеклы, ну, конечно, очень много магния в листьях свеклы. Но я не призываю вас идти на колхозное поле, где растет сахарная свекла, и рвать там листья для того, чтобы готовить из нее компост или удобрение. Хотя, конечно, это просто бомба по содержанию магния. В первую очередь потому, что, ну, это вандализм. А с другой стороны, сахарная свекла выращивается при использовании колоссального количества препаратов, в том числе гербицидных, в том числе длительно действующих. Поэтому вы, пожалуйста, туда ни шагу. Но, по крайней мере, если ваши томаты захудели, так сказать, проявили вот такие вот признаки, пойти на большое свое поле свеклы столовой, оторвать пару нижних, пару-тройку нижних листьев, сделать отвар листьев, ну, кипятком, набить полностью плотненько листья свеклы в литровую банку, залить их кипятком, дать настояться на ночь, а потом в ведре воды это все разболтать и как следует пролить и опрыскать ваши растения, будет прекрасной, прекрасной магниевой подкормкой. Но надо также помнить, что магния значительное количество содержит во всех растениях семейства маривы. К маривам относятся и свекла, и лебеда разные виды, лебеда белая, лебеда красная, марь белая, марь красная, марь татарская и многие-многие другие. К этому же семейству относятся шпинат. Если шпинат у вас пошел в цветуху, ни в коем случае не вырывайте его, сделайте так, как я вам сказал, с листьями свеклы там или мангольда. Обязательно собирайте лебеду, обязательно собирайте другие сорняки семейства маривых и готовьте из них зеленую бродиловку. Магния из зеленой бродиловки никуда не денется. Если вы сделаете зеленую бродиловку на основании лебеды и других растений семейства маривая, то вы будете точно уверены, что ваши растения, томаты, особенно перцы, сейчас скажу, почему особенно, огурцы и все остальные, не будут страдать от нехватки магния. Ну, для вот посленовых растений, для томата это особенная проблема. Почему я делаю такой упор еще на перцы? Дело в том, что все знают, что нужно обрабатывать сульфатом магния растения по листу и подливать под корень. Но проблема в том, что магний не так уж легко усваивается из листьев при листовых подкормках. Он практически не мигрирует из листа в лист. Поэтому вот эти подкормки ни кальцием, ни магнием нельзя считать достаточной степени эффективными. Хотя я тоже рекомендую иногда так делать, но это крайний случай. На самом деле корневые подкормки магнием являются наиболее эффективными, потому что они попадают во все части растений. А обработки по листу еще бабушка надвое сказала. Почему корневые подкормки сульфатом магния для перца и не особенно-то удачный вариант. Дело в том, что перец, у него очень сложные взаимоотношения с гипсом. Он совершенно не любит загипсованности почвы, вообще присутствие гипса в почве. Ну, собственно говоря, томат тоже не очень любит, но все-таки выдерживает присутствие гипса. Причем здесь гипс до подкормки сульфатом магния. А дело в том, что кальций, содержащийся в почве, в растворенной кальций, соединяется с остатком сульфата и у нас образуется гипс. Вот такой казус. Магния сульфат – легко растворимая соль, а кальция сульфат – нерастворимая соль, называемая гипс. Или, по крайней мере, малорастворимое увеличение. Концентрация гипса под растениями перца зачастую ведет к его угнетению, к проявлению всевозможных признаков угнетения. И пожелтение, и толстая жилка образуется, и всевозможные признаки угнетения, вплоть до осыпания листьев. Поэтому, если вы вдруг вносили простой суперфосфат, в котором содержится значительное количество гипса, в этом случае вы тоже можете столкнуться с угнетением перца. Ну и не стоит в таком случае усугублять эту проблему и, таким образом, увеличивать количество гипса под растениями, как томата, так и особенно, в особенности перца. А как же магний, который содержится в листьях? А здесь как раз есть замечательная вещь. Магний, который содержится в листьях, который содержится в корнеплодах, и даже в корнях, кстати, корни одуванчика и листья одуванчика также являются замечательным источником магния. Так вот, он там находится в органически связанной форме, совершенно в другой форме, чем магния сульфат из аптеки или из магазина с удобрениями. Именно поэтому подкормки зеленой бродиловкой на основе вот этих растений являются очень и очень желательными. Поэтому я вам их люто рекомендую в период созревания. То есть, когда уже образовались первые плоды, в обязательном порядке делайте зеленую бродиловку на основе лебеды, одуванчика и родственных растений. Что ж, надеюсь, что с магниевым голоданием вы справитесь. И таких симптомов у наших зрителей постараемся больше не наблюдать. Вы теперь знаете, что делать. Собирайте кожуру, вы какие-то плохие, не очень удачные корнеплоды истолките, порубите. Все закопайте под растения. Это будет очень-очень хорошо для томата, перца, баклажана, огурца и многих других растений. Если вы не выращиваете эти, наверняка выращивайте какие-то другие. Все эти советы вам помогут содержать их в полном порядке. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok